Непосвященный скажет невесты, знающий ответит сударыни. Свадебные платья положены по уставу, белые, пышные в пол. Волосы подобраны, руки спрятаны. Именно так следует являться на настоящий кадетский бал. Перчатки, чтобы закрывали пальцы. Прически не должны были быть слишком длинные, плечи обязательно закрыты. Это дресс-код наш. Дресс-код для каждого кадетского класса свой. И если дамам позволили некую вольность в выборе наряда, то для юноши строго обязательны парадные мундиры и аксельбанты. Ведь бал – это не только красивые платья и танцы, а благородство и культура общения. Кадеты были и остаются гордостью России. И, наверное, вот это звание кадет, которое вы сейчас носите, это и есть та невидимая связующая нить между прошлым и настоящим. Областной кадетский бал проходит впервые. Окунуться в эпоху 19 века решили около 60 человек из Липецка, Добринки и Лебедянского района. Возродить традиции прошлого – вот главная цель мероприятия. Молодежь должна соответствовать гордому званию кадет. Они, конечно, галанты, стараются быть галантами. Но не всегда получается, ребята деревенские. Но пытаемся что-то сделать. В спокон веков российской армии, понимаете, любой бал не обходился без кадет, понимаете, без офицеров, понимаете, без офицеров. Это была всегда красота, всегда лицо было страны. По традиции бал начался с полонеза. Аккомпанировал танцующим липецкий духовой оркестр. Пары скользили без устали по паркету целый час. Мазурка, русский лирический танец и кадриль. Чтобы изучить все па, кадетам понадобился не один месяц. Ребята читали книги, смотрели видео и занимались у хореографа. Тяжелее всего было научить мальчиков танцевать вальс, вальсировать. Так как они кадеты, у них мышцы всегда в напряжении, и раскрепостить их было нелегко. Экзамен на знание этикета кадеты сдали. Так что, возможно, подобный бал пройдет и в следующем году. Только на этот раз организаторы будут строже следить за участниками. Дам в коротких платьях без бретелей обещали не приглашать. Анастасия Сердюкова, Алексей Великанов, Липецкое время.